Добрый день, как всегда в это время. В прямом эфире вас приветствует правовая программа «Вести дежурная часть». С вами Денис Чередов. В суд подмосковного города Видное сегодня доставили четверых бойцов спецназа. Их обвиняют в вымогательствах и похищении людей. В этом громком деле было много запутанных эпизодов, но сотрудникам Следственного комитета России удалось довести его до суда. В городе Видное работает наш корреспондент Олег Астафьев. Олег, здравствуйте. Что вам известно к этой минуте? Продолжение следует... Первым подробно рассказал о преступлениях один из участников банды. Это водитель ОМОНа Александр Малышев. Вот на кадрах следственного эксперимента он объясняет детали похищения Юрика Абраамяна. Когда мы зашли, мужчина пристал, говорит, вы кто такие, что вам надо? Ему последовал ответ, чтобы он не дергался, лежал смирно. Почти месяц Юрика Абраамян провел в плену. Похитители требовали у его брата Лорика 6 миллионов долларов. Малышев раскаялся в содеянном и уже отбывает наказание в колонии. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. Что же касается сегодняшних подсудимых, им грозят более серьезные сроки. Обвиняют их сразу по 4 статьям. К тому же вины свои они до сих пор не признали. Денис? Спасибо, Олег. За громким процессом над бывшими сотрудниками спецназа следит наш корреспондент Олег Астафьев. В Подмосковье задержана лидер международной банды черных риэлторов. 34-летнюю женщину подозревают в причастности к целой серии убийств. Женщина возглавляла агентство недвижимости и подбирала для своих подельников одиноких владельцев столичных квартир. По версии следствия, ее подручные расправлялись с жертвами, а после директор риэлторской фирмы подделывала и переоформляла документы на дорогостоящую жилплощадь. Они входили к ним в доверие, совместно распивали спиртные напитки, в ходе распития в алкоголь добавляли психотропные вещества. Далее уже мошенническим путем завладевали их недвижимостью, после чего уже бывших хозяев этих квартир московских убивали, тела закапывали в лесных массивах Московской области и Рязанской области. Целый год женщина не появлялась по адресу регистрации, регулярно меняла квартиры, автомобили и номера телефонов. Наслед предполагаемого лидера черных риэлторов оперативникам удалось выйти только после задержания ее сообщников.